Всем привет, друзья! Сегодня в нашем выпуске Магнус в исполнении от коллапса. Всем приятного просмотра! Здорово-здорово! Офигенная игра! Перед патчем решили для вас записать коллапса на сигнатурном герое. Эта игра примечательна тем, что непростая линия, хороший пик врагов и с ним на линии будет стоять Себастьян Депс, он же Сеп, он же двукратный чемпион НТА. Но только Сеп играет на четверке в этой игре и подозрительно много Сеп играет в последнее время на четвертой позиции. Вообще Сеп после НТА говорил, что он уйдет из Доты, а по итогу он играет матчмейкинга больше, чем кто-либо вообще, постоянно в топах. И играет на четверке очень часто. Возможно, увидим скоро Себа на четвертой позиции в какой-нибудь профессиональной команде. Может, хочет себя в роли капитана попробовать. Да. Вообще, с позиции саппорта, конечно, в сто раз проще коллить, особенно на четверке, когда ты всю карту просто видишь, по всей карте двигаешься. Стартовый закуп, как мы видим, у Магнуса без тангусов. Это популярный закуп коллапса, закупиться на максимум и потом донести себе с первых денег после баунти. Ой, тут Сеп ошибается. По итогу прокинул стан только в Медузу. Пришлось коллапсу помогать. Слушай, если бы коллапсу не нажал в шок вейв, Марси бы дала бы просто тычку и 100% забирали Леона. Тычка подвинул. Неприятно, конечно, на линии, так вот, хп тратить сразу. Это прям руинит лайн. Это абсолютно руинит лайн. И к тому же он же стан на первую тратит очень плохо сразу же на Леоне. Так, подвестал, они не кликают, он просто убегает. Ну, окей, коллапс аккуратненько стоит. Будем смотреть сейчас все до мелочей. Хорошо, Зменьку Медузы закинула. Здесь нужно попотеть за рейндж-крипа. Что-то Леон, по-моему, не тут. Может, я бы не проснулся, потому что он должен был вместе с коллапсом тычку по рейнджу давать. Ну, выбрал размять саппортика. Ну, тут тоже неплохо, да, он ей дал, в принципе, там, 4-5 тычек сойдет. Смотрел я, как лайнят мира и коллапс, они постоянно скидываются тычками по крипам. То есть не руинит вообще всех крипов. Вражескому герою есть такая возможность есть. Так, и когда, кстати, учился, вот я был, как и, наверное, многие, впечатлен магнусом от коллапса. Учился по его реплейчикам тоже играть. И заметил, что он всегда покойт, докупает себе брейсер. То есть обычно как? Берете брейсер в начале, да? Прямо, первые деньги с негусами, либо с основной детали. Но коллапс не берет себе брейсер в стартовом закупе почти всегда. Берет себе там стик, либо урон. И, соответственно, брейсер докупает с нуля. 500 голды на это тратит. Стерябрил крипов, немножко прокликал медузу. Опять Змейка очень хорошо пролетела. Не хочет ли он за рейнджей бороться почему-то? Пингует сейчас на Марсе. Хорошо, заберут. Отлично, да. Он не мог никак на Лионе, не на Лионе, а на Марсе, размениваться. Потому что то в сквире, то в стане стоит. Поэтому соло-медузы не хватило, чтобы Магнус убить. Плюс есть стики, которые заряжаются. Но это отличный килл. Вот этот килл много открыл для их линии. У врагов, кстати, очень сильный лайн. И я бы сказал, что это прям очень бодрый лайн. Опять Змейка отлетела. Конечно, лучше так Змейку не впитывать. Но Магнус, на удивление, плотный персонаж. Тысяча хп. Четыре брони. Пассивный хп-регент. Пятерик. Пять Змейка. Он очень плотно выкидывает Змейку на самом деле на Медузе. Этот чел, по-моему, сотого ранга на Медузе. Да, у него 130 ранг. Играл я пару игр против него. И он часто на Медузе в последнее время играет. Говорит, уже собаку на этом съел. На этой Медузе. Ой, хорошо выкинула Марси. Кокин Тауэр, ты что? Подыграл чисто, да? Марси, поэтому даже как-то в будущем мертвый нажала второй скилл. Звук был. Иосвистер. Берет себе рейндропы, есть фласка. Конечно, хочется видеть много хила от саппорта. Всегда. Чтобы саппорт доносил себе. То есть не значит, что Леону не стоит покупать ботинок в начале. Стоит, наверное. Особенно против Марси. Просто доноси хилл на Леоне. Чтобы Магнус быстренько дошел до рейндропов брейсера. Интересно было бы посмотреть. Не помню, берет ли кола в второй брейсер. Но, по-моему, он не берет второй брейсер. Видит, что Медуза подставляется. Привозит ее щит. Она не успела нажать, соответственно. Больно. Есть симпауэр. Пока анимация тычки. Так, есть еще перик. Как он нажимает, нажмет прям 0 хп и только вот там проживает. Должен погибать коллапс. Тристика. Отвозит максимально далеко. Курьер Леон. 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 Курьер не проснулся. Я бы не проснулся просто. Возможно, первая каточка. Если вы играете первую игру, то... Наверное, перед тем, как рикнуть первую игру, пойдите в КСК и постреляйте. Либо в кастомке какой-то побегаете. Да турбо. Идеальный вариант. Для того, чтобы размяться. Ну да. Турбо, в принципе, неплохо. Так, повесил он пауэр. Ну-ка, единственное, что он повесил он пауэр не с базы. Зарядил стик Медузе. Если бы он на базе нажал, потом тп кликнул бы, то... У Медузы не был бы лишний стик заряжен. Огромный вейв идет на Магнусу. То есть, как мы видим, он может играть агрессивно, потому что он на первом левеле шокуэр, потом скьюер, потом снова шокуэр. В принципе, на третьем левеле Магнус Сидней. С дионом смотрится круто, потому что удобно кнопки кастовать, много станут. Через другую линию крипчиков загорел. Подальше от товара еще раз. Да, от товара вводит. Это делается для того, чтобы следующий вейв на него пришел. То есть, у крипы долго задержатся. Если враги не пулят, то сейчас у него еще одна пачка будет под товаром. Кайфом. Вот на таких мелочах все и построено. Иногда на оффлайнере, когда на вас пушится пачка, вы можете ее немножко поддержать, не вести под свой товар, чтобы линия встала у вас под вышкой. Потому что если вы подойдете под товар, потом линия будет сильно пушиться на врагов, это не особо выгодно для вас. Поэтому похалдите вейв, если вам дают враги перед вышкой. Подождите своих крипов и стакните вейвы как раз-таки перед товаром. И стойте, кайфуйте. Хороший очень левел у Магнуса. Прям замечательно. Магнус, в принципе, любит пассивный кач. Если его не прессингует, то он получает лову лату. Это сплошное удовольствие. А еще, если у героя есть пространство, то скорость фарма, конечно, может быть запредельная. Нет. Руинер на Марси. Я думал, сейчас их крипов переда на это. Только одного. Молодой, обидно. Молодой, обидно. Молодой, обидно хочет убить. Эмарси очень хорошо стрейфуется, как будто бы у нее тут обстоит. Тоже Круз слил пока стрейпнесса. Что можно сказать? Что Брейсер необходимый атрибут, как и рейндропы, да? Как и стики. Он еще грейжен и себе стики взял. Заранее Кру подвел в магазин, чтобы арканцы купить и донести себе. Так же, как и на УД, собственно, это делается. Тут Леончик подвыпалил. Приятненько. Может, пусть заспавнится хрипы и с крипами зафармить. Я думаю, что он не хочет туда подходить. Это слишком близко. У него уже полхп практически. Вот он видит Медузу. И пока видит Медузу, он может бить этот спорт. А так. Хочет выпалить на экспачку. Вот сейчас опасно, на самом деле. Очень опасно. Да, будет неприятно. Возит на скьювере. У тебя АРП, РП и ШП просто. И через крипов. Верхнюю башню силы темные атакуют. Хорошо. Заветил всегда в самом-самом конце. Стик прожимаем. Потому что ты можешь прямо на тоненького разводить врагов. Ты с челами размениваешься, размениваешься, да? Если нажмешь стик слишком рано, то враг, скорее всего, просто уйдет от тебя, да? А если вы будете доталово драться, и ты в последний момент жмешь стик, как бы чел доталово с тобой разменивается, ты его можешь уже нахлобучить, он не убежал от тебя. Или почему стик жмется вот сейчас, в последний момент, когда Медуза кинула змейку? Чтобы как можно больше времени выиграть. То есть Медуза побегает, тратит время, думает, что может убить, дает тычку последнюю, не убивает. Вот магнус стик, она еще бежит за ним, ну и в таком духе. Ну и просто это выглядит прикольно, когда стик жмешься в самом среднем, чувствуя катку. По билду, по билду Магнус от Клапса раньше брал себе Мекку, по-моему. Вот, потом Мекку он перестал себе брать, и просто выходит в Блинкшард. Вообще Мекка по-прежнему очень неплохая шмотка. Вот, допустим, играя против Клаппы, против каких-то массовых спаллов. Шакири там, Клаппа в одной команде. Вы много даете команде, если Мекка появляется на какой-нибудь 11-й минуте. Тем более на Магнусе Хадреску купить после Брасера, и кайфово стоять лейн с Капоригеном. Вкусно. Как мы видим, Шаквэ в двойку, Эмпауэрн Максит, делает самостоятельный пул. Это делается для того, чтобы проще зафармить этих крипов, но больше это делается для того, чтобы на него следующий вейв пошел, и он не подражеским табором фармил, а под свои. Поэтому пул крайне удачный. Вот она, пачечка, идет. У него еще нейтралка солидная. И Эмпауэрзам Акшин. Ну, теперь, кстати, заметьте, он обновил себе эффект Эмпауэра, чтобы он был сильнее, потому что на нем висел третий Эмпауэр. Получил 4 Эмпауэр и повесел. Ну, это, кстати, для Макси, наверное, одна из самых лучших шмоток. В принципе, да. Подпрыгнуть. Очень много. Надо скидывать. Да, и активка крутая. Так, что дальше? Просто пассивный кач на линии, при этом, как мы видим, у него нафорс не очень большой. У Баунара вражеского больше, у Медузы больше, у Темпларки больше, то есть у всех коров больше, чем у него. Леон как-то особо не играл на эту линию, но и продавить Медузу после ее условного пятого левела, ну, довольно-таки сложно. Когда у нее еще Марси стоит. Рейндж плюс мили, один из них Медуза больно бьет змейкой. Другая Марси, самый сильный милишник на пятой позиции, скорее всего. Вот рейнджа прям круто смотрится. Ну, просто аккуратненько фармит. Видит, что Медуза фармит лес. Показывается два героя в бодзе. Супер потный вард от Леона, отмечу, да. То есть он может пушить эту вышку только потому, что видно всех вообще. Ну, и вы должны понимать то, что Расмагнус так нагло бьется, значит, где-то вижен есть. Да, и, возможно, они должны понимать, что за ним герои есть. Поэтому Марс делает просто тп-бот, и они предприняли решение за трейдинг товара. И шоу может кто-то пожарить. Не задел Кирсо Кирса будет короткая. Найс, еще через одного героя Марси пробил. Пайфово. И блинк уже готов. Быстренько. Фух, а тут стаки. И че он оставляет, да? Копия. Это приятненько. Просканил еще, подумав, что там кто-то есть. Но, скорее всего, да, он фу-клопия, да, что там стаки. Вот, смотрите, мид простаивает, и вместо того, чтобы долбиться в этот большой спот, он просто дает на мид, где свободная линия. Нифига, у него, ты понял, что у него с камерой? Это, кстати, очень интересно. Ну, они не забрали, просто урона не хватило. Но, ты видел, как он камеру держал? У него камера была на Т1 вышке своей, чтобы потом очень удобно сквивер нажать. То есть он краешком цеплял темпларку, прыгнул туда, камеру при этом не передвигал, и на краешке, собственно, заспил туланаю, нажал нейтралку, там, шоквейв, притянул, и обратно на сквивере приехать было суперудобно. И делается это все очень быстро. И плюс он точно видит, куда он везет. Они темпларку не забрали из-за того, что у клопы маны не хватило. Ей не нужно было, наверное, ультимейтовать, ей нужно было кинуть кортик. И темпларка была бы под замедлением, она бы просто не смогла выбежать, ее бы затыкали. Да на самом деле тут просто не хватило какого-то сапика, который, ну, виверна, допустим. Первым скиллом рефракшн бы просто слетел очень быстро. Хрена себе, Пвард снял, такой тоже потный. А я вот тоже, я не знаю, сколько не играл на саппортах, я про этот Пвард всегда забываю, как вообще люди в голове у себя держат то, что там может стоять опс. Окей, бафнул своего Брискинга. В идеале, конечно, чтобы Брискинг фармил сейчас тройку, топ, да, по дефолту. Верхнюю линию, два компа сверху. А Магнус, соответственно, по... Вот я видел игру, у меня сейчас такие флешбеки. Я помню, Магнус от коллапса получил blink на 11. Это была какая-то азиатская команда. И он просто пришел в мид, и там убилки героев 10 просто. Просто АФК стоял в миде, и скьювер нажимал в сторону команды. Керри фармил. О, еще и змейка пробила. Хороший кекс. О, еще за мной свел от кнопочек. Снэп фаер. Удачно пока стоял. Неплохая керсал. Марси не заберут, скорее всего. Нормально. У него было два пути. Попробовать выжить, прорубив микроветку и дождаться, пока откатится нейтралка, либо blink. Но он понимал, что вряд ли это получится, поэтому просто разменял себя. Но. Вражеский керри погиб. Ночь потрачена. ВК фармит топ. Просто шикарно. Все нормально. Шикарно. Они сейчас могут пойти и мид чепокнуть. Потому что, смотри, у них осталось РП. У них остался Соник Вейв. У них есть ВК с ультимейтем. То есть, если сейчас мид не сломают, они сами пойдут форсить мид вышку. У них и фингер остался. То есть, все кроме керсы. Медуза ТП и софтоп. Тут же есть инфа, что медуза в топе. Попробовать тут ланаю подцепить. Ну, в этот раз так получится. А, в этот раз так получится здесь уже не убежать. Все, медвежку должны тут же открывать с Раскингом. Который даже не тратил скелеты. Там вообще есть скелеты. Супер. Ночью нету, ты снабки нету, задевать эту вышку просто они не смогут никак. Магнус проходит же сразу же на тройку, да? Чекает, есть ли тут стаки, к примеру. Медуза пришла, дефать мид. Так они сейчас ее убьют. Что ж, что ты сделал на медузе? Ладно, ультимейт успел нажать. Он фингер задовжил манты, по-моему. Ну, может, ровно было немного просто. Я не обратил внимание. Он еще подходил, сомневался под такой ракурс, чтобы по двоим шагу вейв дать. То есть, максимально грамотно использует кнопочки. Враги и вообще ерунду какую-то сделали. Он на медузе подумал, что он неубиваемый, да блин. А дайте этот один вышку. Дождитесь ночи, балонаре. Дождитесь пока ланая, рестница. Что за ужас. Здорово. Должна числа поближесть будет. А чего он не прыгнул? Может, когда я может в ленте в 4. В ленте в 3-бро, потому что когда я очень большая. Надо 2 секунды больше. Окей, 7-2-3. Пока что счет у коллапса. Натворс растет только из-за того, что... Ну, иногда подкачивается, конечно. Но какие-то киллы делает. Фармит себе БКБшку. Чтобы точно жить в файте, не поймать с пылы, не быть застаненным и просто за разкликанным пацаном. Шартик на этом герое, ну, плюс-минус, так, перестают брать. Потому что теперь... Микрофайт. Ой, вот это было красиво. Это было очень поздно. Сейчас он прыгнул. Шоку-Вейв, потом перепрыгнул за спину и двоих заскеверил. Из-за нейтралки. Да, нужно просить у тиммейтеров, конечно. Это шмотка, она слишком крутая. В боте куча качо. А что с левелом Рискинга? Почему он под Эмпауэром 11,5, коллапс почти 13? Непонятно, а что у него? Может, он умирал? У него две смерти, конечно, есть. Но тут у коллапса тоже две смерти есть. Ну, это ВК, да. Очень быстро фармящий герой. Лапс них поприкалывался немножко. Волнар показывается на линии. В ВК есть тринкор, у них есть сперса. Можно, в принципе, под мид выйти, да? Кого-то попробовать подвести. Вот тут, возможно, у врагов вард стоит между вышками. О, ты вард. Нижнюю башню с света атакуют. Ну, что, снэпка так выходила, очень агрессивная. Значит, она типа никого не видела на своем опсе. Сейчас на мид вейве попытается кого-то прихрючить. Ланая в топе. На остатках смока может пойти в топ, поставить вардик. Еще один глубокий. Право. Сейчас мог закончиться с эндрюбов и справа ткнуть. О, здорово. Ланая думала, что они Решана бьют. К тиммейтам надо привести. А, Леон, Леон. Нормально, выдает стантик, выдает кнопочки. Леоночка заберут, ну, плевать, забрали Кора. Но главное выйти, главное выйти. Он нажал блинкаут. Камеру в сторону фонтана. Он ждет на Магнусе. Он ждет, если что, есть Кьювер. Перекает в Рейс Кинга, чтобы Кьювер пошел. Хорошая керса на БКБ в Рейс Кинга. Ой, на БКБ на инсталкера. Ланая в размен на двух сапов, их более чем устраивает. Плюс-минус ночь от Баланара. Это очень круто, что ночь потрачена. Ну и БКБшка плюс ко всему, бонусом. Да, еще и БКБ потрачено. Блин, очень маленький левел на ВК. Да и нетворс, 8400. Вот такое. Хотя, качев у него никто не забирал вроде. Алиния у него... Боботок оформит. У него, если что, линия очень хорошая была. Он стоит свиверной против бабки Баланара. Баланар кусок до пятой минуты. Да, да выживет на снэпке, да? А нет. Пин оф пейн тут. Мальство выберут. Супер, да? Под Рошанчиком чисто так оформили килы. Ой-ой-ой, тут гор есть. Хелф, Тима? Делать его. Пошел просто вновь, ежен на область. Потенциально на вражеские ворды, да, привез чела. Столидно. Что, Егис будет для клопы. Что вообще круто. И заметь, у него ловите 84 крипа уже сколько? Минут 10, наверное. Крепчика вообще не бьет. Главное, чтобы с таким Магнусом были активные персонажи хоть какие-то, да? И чтобы ваша команда в тут выиграла. Что если они не будут с вами идти и под ваши нереальные игры в кнопки жать, то... Что будет не очень круто. Тогда можно пофармить просто. Хотя еще нет смысла забирать фарм и керри. Какой вообще смысл в импауэре? Импауэр это вообще шмотка не на сплэш по героям. Это вообще шмотка на сплэш по крипам. В первую очередь. Потому что ускоряет. Если вы на Магнусе забираете львиную долю фарма после покупки блинка у своего керри, то нахрен вы такой Магнус еще нужен в команде. Поэтому оставляйте кач, когда делает коллапс. Становитесь мид, отпушивайте мид, ждите какого-то минуса после блинка. Блинк, заметьте, он качал на своей линии до Талова. Стоял там 10-12 минут. В принципе, так играет команда Team Spirit. Сейчас многие оффлейнеры жадно играют до покупки ключевой шмотки. Только потом керри стягивается на дедлайн. Ну, конечно, это... Не всегда так работает, но в большинстве случаев. Ланая с Дезолем. Ну, у врагов все еще хорошие герои. Конечно, Медуза сильно темп потеряла. Из минусов Медуза Ланая, в ходе сильные коры, но им приходится делить. Парм. К тому же Балнар порой без ночи не может файтиться. Но Балнар, а благо тупли не было суперкомфортно. И Нитворс вообще обалденный. Проги ведут 3000. Чем, собственно, про фикшн шардик на Магнусе. Раньше вы хорн-тосом, способность, которая добавляется шардом... Что такое происходит? Поперекал он на нейтралку, что она кд. Ушива странная мразь шла. Ультимейт клубы по всем, по-моему, прошел. Он думал, что Магнус прыгнет в них, но он не захотел прыгать туда. Это бессмысленно. Под ХГТ, под Медуза. Ну вот сейчас шикарный вариант. Проги кнопочки потратили. Ой, хорошо. Или не хорошо? Хороший стал он успеет выйти по идее на Магнусе. А там Альтуардо идеально. Альтуарко? Или угол она довезет. Блинк, одна секунда. А чего не у него кд? А у него кд? Походу было. Прикольчик. Дело выжить опять из них. Сколько эта нейтралка уже сделала? Кайфом. Талант заметил, он игнорит на 10 уровне. Раньше брал. Тут заберут Ланаю. Раньше он брал себе талант на длительность импавера. То есть, чтобы маны меньше тратить. Чтобы Керри всегда был под импавером. 10 секунд брал он всегда. Сейчас он берет просто скьюбер. По поводу шорда. Хорн-то способность. Перебрасывая их за спину у врагов, которые стоят перед вами. Они получают 200 урона и летят 0,6 секунд. Раньше это был как бы микростан. То есть, во время хорн-тоса ничего нельзя было нажать. Во время 0,6 секунд. Кстати, могу предположить, почему талант не берет сейчас. Сейчас я даю тебе говорю на счет шорда. Сейчас вы можете манту нажать, юл нажать во время хорн-тоса. То есть, все, что угодно. Это был фикс шорда. А теперь по поводу таланта расскажи. Мне кажется, что он его не берет из-за того, что он мекку не покупает. Потому что мекка стоит очень дорого по мане. А так получается, ему не нужно экономить ману за счет длительности импавера. То есть, он его реже на себя кидается. То есть, она реже ману тратит. Она реже расходуется. Ну, может быть. В этом есть какая-то логика. Интересно, в какой момент он перестал покупать мекку вообще на магнусе. Наверное, просто когда понял суперсилу шорда. И понял то, что тайминг блинка первой шмоткой нереально важен. Ну да ладно. Два секунды до рпшечки. Сейчас дождутся и будет новый выход. Ему бы шар где-то добить. Мпав просто в лесу нет. Они пока что бегут все под бот. На героях подобных магнус очень важно, если есть возможность не тратить рп в драке, то лучше не тратить. Потому что враги лишний раз не пойдут на вас, зная, что вы не тратили эту кнопку. Не смокнулись. Там, по-моему, обстал на линии. У врагов вард еще стоит чуть правее. Вроде как. Нет, там варда у них нет. Вардов у врагов очень хитрожопые варды, кстати. Прям потные-потные. Фиг угадаешь. Макас, ДД. Прошу обратить внимание на позиционку. И сапоги. И он. То есть он примерно в позиции саппортов держится. Как мы наступили на трапу. У него БКБ еще есть. Просто подвез к темплате. Есть рпшечка. Ее просто стерла. Чего я мог немножко подождать, пока Балнар подойдет? Вроде Балнар там без остановки шел. БКБ решает. БКБ, кстати говоря, в основном берется против Балнарчика. Потому что если Балнарчик сядет на Магнуса, то ты кнопки свои не нажмешь на Магнусе. А так можно вообще за сандалий и терпеть послеображения БКБ прямо в Балнарах. Ну так ты в Мэрном Балнаре. Его не видно на Магнусе. Ну не знаю, что Балнар, то что его видно. А его видно. Ну да, он как-то очень глупо, что ли, пошел в вражеский лес. Фрэги же оттуда выбежали в Питером. Не подумал он просто о том, что тут может быть Вижн. Копа отдала бутылек Магнуса, чтобы он быстрее прогенился. По итогу ВК Комбагнула ВК, кстати, прикольный билд. Без Дозоля, но с Кирасой и Алибардой против Медузы. ВК и темп-парки очень хороший билд. Что играет не по шаблону. По итогу у него на ВК ТОП-1 от Ворс. Из-за парочки хороших тимфайтов. Мы просто сапика забрали. Трак по руине, то очень сильный. Да. Они, я думаю, что next fight будут форсить, когда Рошан будет живой. Тут Рошан слишком много дает. Тот шард для Медузы, для Ланай, Аегис, естественно. Слева, соответственно, для ВК, для Квапы. Все тот же Аегис, шард. Квапа уже себе купила. Шард Магнус тоже. Леон, верно. Не то чтобы им балансные шарды, просто неплохие. Ладно, играют в топе. Виповижен, небольшие проблемки сейчас возникают. Потому что один вард стоит только в боте. Нужно занимать верхнюю зону карты. Просто вывезет на Леона. Просто вывез скоро. Суник Вейв прошел вместе с Шок Вейвом. А все, он на Медузе драться не может. Команда уже откисла. Здорово, ребят. Да, Меду же не трогалось. И еще повез. И so good. So good. Магнус. You know? Хочет себе еще линза купить. Линза будет, которая увеличивает дальность блинка, дальность прыжка от скьюбера, дальность шок вейва, дает мандориген. И у него еще будет талант на 30-75 дальности скьюбера. То есть там возить вообще за километр. Но... Просто нужно как-то, не знаю, слишком далеко камеру двигать, чтобы грамотно скьюбером и вести. Нам позитивно настроены, как видим, насмешки юзают. Да, теперь что-то коммуницирует. Почему интересно в доте отсутствует функция отдаления камеры? Неужели это... Ну, прям как-то влиял на гейм. Есть, ну, можно в консоли или как-то в прописании, я не помню, что именно. Что-то можно сделать с удалением камеры. Но конкретно отдалить в игре, не знаю, почему-то не добавили. Дрожанчик, еще минуту не будет. Рефрешер хочется вжарить. Митерного РП мало, надо еще чуть-чуть еще покупать. Если фреш хороший, можно какую-то промежуточную эскейп-шмотку. Вот если Разор и Урс во вражеских командах, то можно форсик взять себе. Либо если у врагов много физического урона, и не получается за эскейп-с, а можно гост купить. А можно Актарин из линзок жарить вообще, чтобы КД просто было меньше. Против Рубика какого-то можно линку себе побахнуть, чтобы никогда он ничего не своровал. Это тоже эскейп-шмотка хватает. Все, в доте ограничивается. Вот в вашей фантазии. Вы когда-то по Руфлу забираете на Ондайнге саблю БКБ, там не знаю, Сильвер, а потом Ондайнг Керри появляется на хэп-тэс в плабах, и все считают, что это круто. То же самое вот и с Магнусом. Рефреш просто самая оптимальная шмотка. Рефреш Актарин, Тревел А можно взять, что дублей для хорошей позиции. Вот если сложно нажать РП, а тут сложно нажать РП на самом деле, потому что Белнар у врагов, постоянный ночной вижен, обзор больше, чем у всех, раза в два ночью. Смоки остают, но враги вообще не показываются, никого не видно. Центральная башня сил тьмы разрушена. Ну, нужно просто под командой играть. Прошел со смоке, смог не слал, значит тут врагов просто нет. Да, вот они все. Найс Рейнджа первого скила. Он что-то дерьмо какое-то выходит. Просто успел за счет БКБ выйти. Найс Рейнджа. Да, я всегда поражался этой Рейнджей. Но это нейтралка, физик и банда и Лиджа. Но вообще они очень много потратили в Магнуса. Луная может быть добьют. Есть Талебарда. Карриа в ультимейте скупы, но добивает, поэтому и наказывает. ВК дерется с Дузкой. Ну там саппинге байнулись. Я Медуза их убьет скорее всего. Или не убьет. Там Медуза их убьет. Устамана не кончается у... О, Леон начал ссать. Неплохо, Ману подгорнел. Че, файтер, их счастье всех здесь составят. Очень неоднозначный файт. Если он на Марте подойдет первый скилл, а у него не было первого скилла, он мог на ВКТП нажать. Хороший Алибарда. Вы сейчас у себя это в рот? Немножко долго соображал, он тут помог. У Балнара первый скилл ночью не станет, то есть он ТП не сбивает. И днем... Днем не станет. Днем не станет. Да, Микрестана нет. Марсе тратят скилл. И вот именно поэтому важно вообще прокликивать способности. Вот вначале на линии стоите против каких-то двух человек. Кликайте их способности, чтобы просто иметь представление, хотя бы сколько кд этот скилл имеет. У Марте секунд 10 кд, и вы по ощущениям в файте можете нажать телепорт, просто зная и предполагая, что там все еще кд. Вот, ну ВК на Верочку, она скилл потратила и просто нажарила ТП. Через секунды две поступок на самом деле мог нажать, но... В игре сложно собраться. Мы досмотрим игру, всех прокликиваем, все видим, а он фокусируется на своем герое, поэтому... Небольшой дилейчик есть. Чё, все нормально просто ворвались в Виверу за секунду. Я не могу ее не делать. А там шанс стоит. Нет, как же не хочется этого Рошана отдавать. Хлопать в секундре сайцы, стой на ХГ, просто жди пока... Нихрената прыгнул. Смело. О, РП пришлось поправить. Не добьют его, что ли? О, он ошибся на Баланаре. Да, он ошибся, он просто нафидел, он мог спокойно вылететь по нужной траектории. Выкашать имейтам еще. Долго живет, ВК. Надо как-нибудь помогать. Но он очень плотный на Варискинге. Все, я не буду задохнуть. Он уже идет за следующей цели. Что-то за рейс у первой способности. Сюда. Ахарт тоже сейчас ТП не сбивает, а нужно обязательно скивер нажать. Видел там, как будто бы... Как будто бы не сбился Телепорт. Может, бывает, но... Да, пофиксили этот стол сильно. Но все равно он юзабельный. Может быть, не сразу стоит его покупать. Там, после вот той же ПКБшкин. Но он все же покупает коллапс. Варшане шарт, собственно, плюс... Аегис. Для ВК шарт. Что маны прям не хватает. Поэтому Линзой берется. Тут наверняка. Ну ладно, на 25 уровне. Можно обсудить. Все, он пару колечек поставил. Нормальный регион пошел. Если бы, кстати говоря, ну, не было бы проблем с маной, он бы не купил бы себе эти кольца. Потому что палить, что у тебя почти рифрэш, не всегда хочется. Ты можешь постараться кликом купить, смоги выйти и нажать доверие рпшки. Там скелеты трон грызут. Миндозор дефейт окей. Ну, на самом деле, они все неплохо играют. Есть минимальные ошибки, но радионт прям поувереннее смотрится. Во многом, очень во многом, решает, конечно, то, что УВК такой билд. Через Алибарду Кирасу без Дезоли. Алибарда тут прям. 5 секунд, Медуза не может бить, как илона. Нижняя башня. Ну, во многом, конечно, коллапс, солид кафочку еще. От Леона много импакта. Кирсы хорошие. Клопа богов превосходит по стрику. Сбивает Блинк Баванару, но нет, он должен уходить. Опа. Чутьюню, хотел тать, хотел повыделывать, понял, перед вопрос везде буду на плотничьих блинкаут нажать, но тут, тут все с хексом прыгнул. Леонард с боем, файт распределся, Квапу не забирает, потому что Виверна, Виверна с хилом, тут нереально имбар. Трифизрон, уругов, даже с Марси 4. Трифизгероя. Я хотел еще одного героя подвести. Ну, нормально. Рефештеров есть. Отпрыгнул, просто искать кого-то еще. На нюх взял. Еще в ночь туда покаликал. Это был, напугался. Ну и трон просто заканчивает. Очень уверенная игра от Магнуса. Крайне приятно, конечно, играть с таким человечком. Попугалову показал, что РП еще есть. Ты куда, брат? Добил чуть РПшкой. Не добили, поэтому. Хорошая игра. Хорошее исполнение на сигнатурном Хирыче. Спасибо всем за просмотр. Пишите комментарии. Обязательно ждем патч. Осталось совсем чуть-чуть. Взбодрились все. Готовимся. Будет куча роликов, куча контактов. Всем пока. Пока.